Пиво Поискали. Опять не нашли. Опять выпили. Тут Березкин говорит, видимо, закусить нам сегодня не судьба. Потапов говорит, кстати, о судьбе. Я могу судьбу предсказывать по фамилии. Березкин, вот как твоя фамилия? Березкин подумал, говорит, Березкин. Потапов говорит, печальная фамилия Березкин. Уже первые две буквы Бе. Говорят о том, что ты долгие годы будешь бедным. После Бе у тебя идет рез. Значит, потом будет резко хуже. А окончание Кин говорит, в конце концов, о том, что тебя кинут. Видимо, на ценных бумагах. Березкин спрашивает, да откуда у меня ценные бумаги? У меня дома даже туалетная закончилась. Выпили мы за то, чтобы у Березкина туалетная бумага опять началась. Потапов говорит, продолжим наши предсказания. Леха, а у тебя какая фамилия? Я говорю, нормальная. Гундякин. Потапов говорит, печальная фамилия. Гундякин. Тебя, Лех, тоже сильно кинут. Но самое неприятное, что фамилия твоя начинается на букву Г. Я спрашиваю, в смысле, что буду страдать глистами? Потапов говорит, Г в том смысле, что в него и кинут. Выпили мы, чтоб никого при этом не запрызгало. Потапов говорит, Лех, попробуй поменять фамилию. У тещи какая? Я говорю, артистическая. Гунтюк. Потапов перекрестился, говорит, я бы не рискнул. А как фамилии у соседей? Я говорю, давай выбирать вместе. На первом этаже Вовка Тюрягин. Сестры Голозадовы. Миша Попрошайкин. На втором Боря Розенхрен. Потапов говорит, печальная фамилия. Розенхрен. Последние буквы говорят. Я говорю, не маленькие, и сами понимаем. Ты лучше скажи, а счастливые фамилии у нас в стране попадаются. Он говорит, очень счастливая фамилия Потапов. Выпили мы изо всех. Грёзкин поискал, чем закусить не нашёл. Говорит, а у нас один прапорщик умеет прошлое предсказывать. По жене. Мы с Потаповым аж перестали искать, чем закусить. А он продолжает. Говорит, приводишь к нему свою жену, оставляешь. Через неделю приходишь, он тебе рассказывает, что у тебя было в прошлом. Потапов говорит, обычно такие удивительные способности у человека открываются после стресса. Берёзкин говорит, правильно, стресс имелся. Этот прапорщик после учений пришёл домой, сел обедать, налил водки, поднял стакан, а рот найти не может. Чуть не умер. Потапов спрашивает, то есть водка есть, а рта нет? Нет, обычно бывает наоборот. Я бы умер. А чем кончилось? Берёзкин попал в реанимацию. Спасибо врачам, месяц боролись за его жизнь. Потом разглядели, что он забыл снять противогаз. Хотели мы выпить за российскую медицину, но водка уже закончилась. Поискали закусить, не нашли. И решили, что насчёт счастливых фамилий у нас пока ещё как с закуской. Пока ещё не судьба. Спасибо. А дни следующего заседания будет объявлено особо. Расхатитесь по одному. Редактор субтитров А.Сёмкин